Святитель Иоанн Златоуст увещевает верных приходить в церковь. Какое было бы духовное веселье, какая радость, какая слава для Бога, какая польза для душ, если бы мы при каждом собрании видели ограды церкви так наполненными, между тем, как мореплаватели и кормчие делают все, как бы переплыть море и достигнуть пристани. Мы хотим непрестанно носиться по морю, постоянно погружаясь в волнах житейских дел, обращаясь на площадях и в судилищах, а сюда приходя едва однажды или дважды целый год. Или вы не знаете, что Бог устроил церкви в городах, как пристани на море, дабы мы, прибегая сюда от бури житейских смятений, наслаждались величайшую тишиною. Подлинно здесь не нужно бояться ни бурного движения волн, ни нападения разбойников, ни нашествия злодеев, ни ярости ветров, ни лютости зверей, ибо эта пристань свободна от всего такого, это духовная пристань душ. И вы сами можете засвидетельствовать истину сказанного. Если бы кто-нибудь из вас раскрыл теперь свою совесть, то нашел бы внутри себя великое спокойствие. Ни гнев не волнует, ни похоть не воспламеняется, ни зависть не иссушает, ни гордость не надмевает, ни тщеславие не снедает. Но все эти звери укращены, так как слушание божественных писаний, как бы некоторое божественное оглашение проникает через слух в душу каждого и усыпляет эти безумные страсти. Как же не жалеть о тех, которые, имея возможность приобрести такое любомудрие, не часто обращаются и приходят к общей матери всех церкви. Какое мог бы ты услышать, и какое указать мне занятие необходимое мне этого, какое собрание полезнее, и что препятствует приходить сюда. Ты, конечно, скажешь мне, что бедность бывает для тебя, препятствуем участвовать в этом прекрасном собрании. Но это не основательный предлог. Неделя имеет семь дней. Эти семь дней Бог разделил с нами так, что себе не взял больше и нам не дал меньше. И даже не разделил их поровну. Не взял себе трех и не дал нам трех. Но тебе отделил шесть дней, а для себя оставил один. Ты же и в этот весь день не хочешь воздержаться от дел житейских. Но как поступаешь с элотасцем, так и ты осмеливаешься поступать с этим днем, похищая и употребляя его на житейские заботы, тогда как он освящен и назначен для слушания поучений. Но что говорить о целом дне? Как поступали вдовицы с милостынью, так поступай и ты с временем этого дня. Как она положила две лепты и приобрела великое благоволение от Бога, так и ты удели Богу два часа и внесешь в дом твой приобретение бесчисленных дней. А если не захочешь, то смотри, чтобы ты, не желая воздержаться от земных приобретений, в течение малой части дня не лишился трудов целых годов. Бог умеет, когда пренебрегают им, уничтожать и собранные богатства, как он угрожал иудеям, когда они не родили о храме. Что принесете домой? Но я развею, говорит Господь. Агей, 1 глава, 9 стих. Если ты приходишь к нам один раз или дважды в год, то скажи мне, чему необходимому мы можем научить тебя? О душе, о теле, о бессмертии, о царстве небесном, о наказании, о деянии, о долготерпении Божьем, о прощении, о покаянии, о крещении, об отпущении грехов, о тварях небесных и земных, о природе человеческой, об ангелах, о коварстве бесов, о кознях дьяволах, о поведении, о догматах, о правой вере, о нечестивых ересях. Это и гораздо больше этого должно знать христианину. И о всем этом давать ответ спрашивающему вас, а вы не можете узнать и в малейшей части этого, собираясь сюда однажды в год, и при том мимоходом, и по обычаю праздника, а не по благочестивому душевному расположению. Имея научиться не маловажному искусству, а важнейшей из всех наук, как угодно Богу, и получить небесные блага, вы думаете, что можете сделать это мимоходом? Не безумно ли это? И что эта наука требует великого внимания? Послушай, что говорит Христос? Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Матфея 11, глава 29 стих. Также пророк говорит, придите дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Псалом 33, 12 стих. И еще, остановитесь и познайте, что я Бог. Псалом 45, 11 стих. Итак, много нужно упражняться тому, кто хочет усвоить себе это любомудрие. На слово о крещении. Господу нашему слава веки веков. Аминь.